всем огромный привет всем привет на канале живи в радости мое имя владимир это моя жена нелли и сегодня мы будем готовить очень вкусное блюдо под названием бегус с фрикадельками в казане на костре друзья давайте посмотрим из чего состоит наше блюдо подходите к вам поближе ну из чего состоит наш бегус так как у нас фрикадельками это фарш практически 2 килограмма свина говяжий перекручены уже и так обязательно капуста 2 килограмма 2 чем-то даже 3 моркови сам бегус пойдет 3 луковицы и 2 луковицы пойдет фарш у нас чернослива грамм 150 что у нас по специям черный перец соль сахар лавровый лист яички 2 пойдут фарш и у нас еще перец горошком этой горький и пахучили как он называется перец который пахнет пахнет и также томатная паста и подсолнечное масло там пару ложек будет томатной пасты и грамм 100 150 солнечного масла его его дай палочку дай палочку первым делом мы займемся фаршем потому что мы сначала будем обжаривать фрикадельки с вами вот что мы делаем мы трем лук на терку конечно вы можно было порезать мелко ну мне чему-то комфортнее когда он потёрт фарш или перекручены потерли молочок выкладываем фарш добавляем 2 яичка солим перчим и замешиваем перемешали мы наш фарш и теперь лепим наши фрикадельки короче я хотел полепить фрикадельки жена не доверила и те сама ну вот налепили мы свои фрикадельки они у нас готовы для обжарки вот но мы сначала сейчас будем резать овощи муж будет резать лучок кубиками а я буду тереть морковку на терку на крупную терку у нас такая длинненькая получилось лучок нарезаем меленько хотел полукольцами жена не дала пока муж режет лук я начну резать капусту смотрите кучку нашим кого-то немножко присаливаем и чуть-чуть пожать чтобы носок дала нам разжигаем огонь ставим наш казан на огонь дадим ему нагреться наливаем в казан масло миллилитров 100 для начала смазываем казан шумолочкой дадим масло нагреться первым делом обжарим фрикадельки пусть чуть прихватятся перевернем фрикадельки наш подзапечатали на другие бачочки аккуратненько раз фрикадельки с одной стороны и с другой у нас уже поджарились выкладываем сильно зажаривать не надо чтобы они чуть-чуть прихватились и отправляем следующие фрикадельки поджарились переворачиваем на другой бачок аккуратненько масло брызжет огонь у нас на максимум дрова подкидывайте поджарилась последняя партия вытаскиваем и сейчас друзья поменяем масло масло отобрали наливаем след свеженького грамм 100 где-то пусть нагреется масло подогрелось отправляем лук обжариваем минутки три лук обжарился у нас выкладываем морковь и обжариваем с лучком примерно минутки три тоже друзья берем вот так вот немножко в стороночку отодвигаем одну ложку и вторую томатной пасту высыпаем и немножко ее обжарить вот так чуть-чуть поджариться огонь на максимум все жарим на максимальном огне берем теперь перемешиваем теперь выкладываем капусту и перемешиваем все перемешиваем на этом этапе как любит говорить мой муж мы солим сахарим почему сахарим потому что томатная паста она кислая сахарочку побольше будем пробовать потом наш лавровый листочек перец так поперчим чуть-чуть чернослив перемешиваем хорошо прям на этом этапе добавляю водичку горячую грамм сто сто пятьдесят перемешать этого будет достаточно потому что капуста спустит свой сок наша по вас не был больше накрываем крышкой и тушим минут десять попробовали на соль на сахар все отлично накрываем крышечкой огонь на средний нам не нужен уже сильный и тушим еще минут семь ну минут двадцать двадцать пять у нас готовилась тушилась капуста вот она уже мягенько выкладываем фрикадель очки еще минут десять они будут тушиться вместе с капустой огонь на средний смотрите сами сильно кипит то на минимум ставьте нам сильно огонь не нужен красиво и я еще хочу добавить острых ощущений ложим куда бы положить ложим наш перчик вот так накрываем крышкой 2 минут на 10 прошло около 10 минут перчик вытаскиваю и берем аккуратненько вода фрикадель очки наши переворачиваю они у нас не пара не по разглазились не пора завалить не пора завалить лично поправлять так и еще минут две три все пять минут пять пусть они вот так у нас потушится крышечкой накрываем минимальный огонь и пять минут такая вот красота у нас получилось можно заглянуть вкладываем красивое блюдо вот так на Продолжение следует... Вот мы и приготовили наш бекус с фрикадельками в казане на костре, в нашем кормильце. Сейчас попробуем? Давай ты вилкой и ложкой подожди. А, тут жена и вилку, и ложку. Ой, накопала. Фрикадельку, да? Да. Сразу все за фрикадельки берут. Обалденно. Просто обалденно. Друзья, вам... Я не могу вам передать это. Ммм, вкусно. И вкусно, и сытно. И даже нет слов просто, жена. И не заморочено. Не заморочено, да. Быстро, вкусно, сытно, не заморочено. Что я хочу сказать, друзья. Готовьте это блюдо. В казане на костре. Готовьте в доме на газовой печке. И у каждого хозяина, хозяйки это блюдо получится. Очень легкое. Ничего не хотите добавить? Ну, это как я же говорю, как всегда, это не заморочено. Быстро очень. Вот, ну и сытно. И сытно, очень сытно. Спасибо, что нас смотрели. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующих видео. Вступайте в наше сообщество ВКонтакте. Всем еще раз огромное спасибо. Всем мира, добра. Всем до свидания. Пока-пока. Пока-пока. Всем огромный привет. Вы на канале Живи в Радости. Мое имя Владимир. Моя жена Нелли. Улыбайся. Всем привет. Ручкой помаши. Не хочу я ручкой. Ну, помаши ручкой. Не хочу. Ну, что ты такая вредная? Такая вредная. Я за нее. Тимошка, тихая бака. Ты хочешь морковочку? Тимоша морковочку хочет. Ты не дашь нам снять сегодня. Всем до свидания. Пока-пока. 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 Пока-пока.